Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я посмотрел один потрясающий фильм и хочу поделиться с вами. Хочу, чтобы вы тоже посмотрели и насладились данной картиной. Фильм называется «Хороший год». Как омерзительное качество у картинки, но не важно. Фильм называется «Хороший год». У него жанр драма, мелодрама, комедия, как здесь написано. Но он, скорее всего, драматичного там на самом деле ничего нет. Комедийных сцен тоже достаточно мало. Но, скорее всего, это мелодрама. Но, например, многие люди боятся этого жанра. Они думают, что это бабские сопливые слюни. Я, честно говоря, тоже так думал сначала, но потом понял, что совершенно нет. То есть есть, конечно, и такого рода фильмы, но есть фильмы просто очень приятные, добрые и безумно интересные. Вот этот фильм как раз-таки относится к такому жанру. То есть мелодрама – это не всегда бабские конченые фильмики. Про то, как тут кого-то бросил, обидел, и они там все плачут. Так что вот. Фильм про чувака, короче, который получил наследство винодельного в Провансе. Он очень богат и успешный. Он туда приезжает в надежде изначально продать эту винодельню. И, кстати, на нее еще там претендуют тоже какие-то люди там. Ну вот. Но по факту он очень сильно влюбляется в это место. И вот у него начинаются такие перипетии разного характера. Ну, в общем, вот и все. Там еще появляется девушка как-то водится. И такие переживания у персонажа. И куча всяких добрых сцен. И помимо всего, это Франция, это винодельня. Это просто фильм реально излучает вот эту всю атмосферу. Классную, красивую. Так что фильм обязательно посмотрите. Фильм безумно добрый. И это еще картина относится к таким, что после просмотра фильма у тебя что-то такое теплое-теплое в душе. То есть он такой расслабляющий, приятный фильм. Например, всякие там бывают триллеры. Я, кстати, их тоже люблю, но все равно. Там приходится что-нибудь подумать. Или детективы. Ты как бы смотришь фильм, он, конечно, нравится, но ты немножечко как бы напрягаешься. А просматривать данный фильм у тебя полное расслабление на фоне красивых пейзажей Франции. Офигенные сцены. Фильм просто классный. Еще, кстати, он в принципе... Короче, есть над чем задуматься, просматривать этот фильм. И еще, естественно, надо отметить, что в этом фильме снимаются два офигительных актера. Это, естественно, Рассел Кроу. Но я думаю, его не надо представлять. Это просто супер актер. Так что он понравится. Он как и мужикам нравится. Так и теткам. Так что девушкам тоже очень понравится. И безумно офигенная, красивая французская актриса, которую я тоже обожаю. Марион Котиар. Она снималась в фильме «Докси», кто не знает. Классная баба. А, еще, кстати, можно в нете найти ее голую. В общем, такая история. Фильм классный. Всем совет. Единственное, что вот я думаю, детям вполне вероятно, этот фильм не понравится. Я этот фильм посмотрел где-то первый раз, наверное, лет в 17-18. Мне он безумно понравился. Но вот я думаю, все-таки, там, детям лет 14, они, наверное, не проникнутся фильмом. Поэтому я бы, наверное, поставил этот фильм смотреть лет с 18 посоветовал бы. Тогда вы что-нибудь осознаете. Фильм безумно классный. И, кстати, опять в подтверждение моих слов, смотрим рейтинг фильма 7,8. На Кинопоиске, а на МДБ тут есть вообще это дело? Указывают или нет? Что вроде раньше было? Ладно, я туплю. Но этот фильм охеренный. Так что желаю вам его посмотреть. Не потратите однозначно времени, не пожалеете. И будете его пересматривать много раз и советовать другим. Спасибо большое за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok